Распевая песни представителей своей страны, болельщики, приехавшие на финал конкурса Евровидения, гуляют по улицам Лиссабона. После первого и второго полуфиналов определились все 26 участников, которые продолжат борьбу. Россиянке Юлии Самойловой войти в их число не удалось, а Клаудио Пашкуал из Португалии прошла как представительница страны-хозяйки автоматически. Мы очень надеемся, говорит этот португалец, что ее песня снова подарит нам победу. Это очень проникновенная песня. По данным букмекеров, наибольшие шансы на победу у певцов из Норвегии, Израиля и Кипра. Думаю, что это будет потрясающее выступление, его нужно обязательно посмотреть, говорит израильский болельщик. Надеются на победу и шведы. Сегодня вечером зрителям придется принять непростое решение. Очень хорошие песни представили Израиль, Швеция и еще несколько стран. Из фан-зоны в Лиссабоне передает наш корреспондент Рикардо Фигейра. Так кто же станет победителем Евровидения 2018? День грандиозного финала наступил. Но можно сказать наверняка, Португалия уже одержала одну победу. Она признана одним из лучших организаторов конкурса, получив высшую оценку на многих уровнях. При этом бюджет, выделенный на конкурс, один из самых скромных за все последние годы.